Продолжение следует... А потом, наверное, мы минут 20 оставим для вопросов вам. Значит, что такое, как нам понимать церковь? В послании Тимофею мы читаем 1 Тимофея 3, 14-15. 1 Тимофея 3, 14-15. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замелю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть в Церковь Бога Живого, «Столб и утверждение истины». Помните, когда мы с вами начинали первый урок, Кабзарь защищал, что Церковь есть истина. Помните, да? И мы говорим, что в Писании такого мы не найдем. Но вот что «Столб и утверждение истины» – это да. Любая деноминация будет связывать вопрос возникновения Церкви, конечно, со своей догматикой. И почитаемые в этой деноминации будут свои личности. Все, называющиеся христианами, допомнят слова Иисуса. «Я создам Церковь мою, и врата ада не долеет ее». Матфея 16, 18. Никому Бог не доверил создавать Церковь. Никому. Не апостол Петр, и не на апостоле Петре она создана, и не на 12 апостолах создана Церковь. При всей их верности Богу это было бы недостаточно прочное основание. Ну, иногда католики берут место, что «Ты, Петр, камень, на семь камней я создам Церковь». Имя Петр – камень. Христос берет только как основание. «Ты есть камень». А на семь камней – не на Петре, а на камне – «я создам Церковь, врата ада не долеет ее». А камень имеется в виду, который отвергли строители. Псалом 117, 22. Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Вот на каком камне. А кто этот камень? Иисус Христос. Поэтому это, когда будут кто-то предъявлять его, что на Петре – нет. Просто Христос взял на семь камней. «Ты камень на камне создам». А камень – Псалом 117, 22 и Матфей 21, 42. «Этот камень – сам Христос, и он прекраснее сынов человеческих». Псалом 44, 3. Значит, Церковь – не только прочное основание, но и прекраснейшее, потому что Иисус – прекраснее сынов человеческих. Его создание не сравнительно прекрасно с человеческими строениями. Ну, тут стих мой приведен о церкви, мы его пропустим пока. Нам пока не до поэзии. Но вот после таких удивительных определений церкви, как прозаично звучит определение Кобзаря, прослушайте, что он пишет на 183-й странице. Протестантизм – это, по сути, развитие греха Папы Римского. Когда-то он возгордился и подумал, что он не нуждается в других. Ему одному открыта истина. Лютер лишь возразил, а почему одному Папе Римскому всем нам открыта полнота истины? Ну, вот такой издевательств над протестантизмом, а между тем самим, что православным открытой истины, только православие – то же самое. После такого заявления ничего не остается, как только возвеличить православный восток, где, по его мнению, единство сохранилось истина. Но мы уже знаем с вами, что в 1054 году разделилась Вселенская Церковь на католиках православном, и после остался неприглядный след от обоих, след еретических учений и индульгенции, и инквизиция, монашество со всем извращением, и ничего там доброго не осталось. Поэтому нам очень важно, что протестантизм пришел к тому, что надо возвратиться к первоапостольскому периоду и от всех этих наслоений уйти подальше. И потом мы должны сознавать, братья, что все существует по воле Бога. Когда-то я увлекался очень философией, и вот идеалист Гегель говорит, существование государства – это шествие Бога в мире. Не просто все так происходило, а у Бога, конечно, все запланировано, шествие в мире. И он пишет, если человек не должен погибнуть, не хочет погибнуть, то он должен признать, что мир – это разумное осуществление воли Бога, и грани разумных случайностей царит лишь на его поверхности. Поэтому в этом плане, когда мы рассматриваем католицизм, православие, протестантизм, то протестантизм – это совершенно закономерное действие, которое, конечно, санкционировал сам Бог. Возврат к первохристианству. И вот посмотрите, какой ужасный вывод. В Библии не есть Иисус Христос. Церковь без Писания может жить, как жила она первые лучшие свои века. Без Христа не может жить она никогда. Может ли жить церковь без Писания? Скажите, друзья. И жила ли когда-нибудь без Писания? Да мало того. Он говорит, что церковь жила лучшие свои века без Писания. Получается, что когда не было Писаний, тогда и хорошая церковь была. Какой абсурд! Ну да, но внешне они не предстают, что Писание – это Христос. Вот именно. Мы с вами разбирали, братья. Павел говорит, что вы все мое переданное. Помните, чем наставили Писанием или преданием. Но это не были предания, какие легенды. Это живая истина передавалась из уст в уста. А потом ее же сделали Писанием, и Писание стали. А, ну да. Конечно, было всегда и Писание. Просто они передавались устно, из уст в уста. Ну и вот тут трагедия православия в чем? Что они разрывают единый монолит. Какой? Бог, Иисус Христос, Дух Святой, Священное Писание. Это одно и то же, братья. Бог, Иисус Христос, Дух Святой – одно. И Священное Писание вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было, что Бог. Вот в этом их трагедия. Надо же выдумать такое. Церковь без Писания жила первые и лучшие свои века. Получается, что лучшие века для Церкви были лишь потому, что тогда не было Священного Писания. Какой сумбур вот так написать? Да такого никогда не было, прежде чем была создана Христом Церковь. Ей в наследие Отец Небесный оставил ветхозаветный библейский канон, призывая исследовать Писание, Иоанн 5,39. Христос полностью преподал ученикам Новый Завет, а Дух Святой наставил их на всякую истину. Иоанна 6,13. Без Священного Писания Церковь не может жить, а если по Кабзарю такая жизнь возможна, то это, как мы рассматривали, феотирский период был учреждений, основанной Иезавелевой закваски. Помните, мы разбирали с вами, да? Иезавель, или учение Николаидов, или Валаамова пророчества. Но такой Церкви Христос, говорит, дал время покаяться, а если не покаяться, то что, детей ее порожу смертью. Вот какой это был период. И в то же время, посмотрите, Церковь не спасает. Спасите лишь Христос. Иоанн Креститель, подавляя путь Господа, говорил, лопата его в руки его. И вот в этом, братья, тоже вы старайтесь особо не говорить, вы в аду будете и все прочее. Это дело Господнее. Наше дело, говорит, де истина, и как привести к истине. Лопату Иисус никому не доверил. И если многие самодовольные пытались взять лопату из рук Христа, взять в свои руки, то Он ее не доверил никому. Он единственный и полновластный Спаситель. В притче о малосердном Самарянина, Лука 10, 30-37, мы видим, что не священник, это теократический режим, не левит, ветхозаветное священство, не помогли избитому разбойниками грехом. Ему нужен милосердный Самарянин, то есть сам Господь. Он перевяжет раны избитому и доставит в гостиницу. А гостиница что такое? Как церковь. Вот что такое церковь. А скажите, если бы вот этого разбойниками избитого, они убили его, Самарянин повез бы его в гостиницу, а? Его уже надо на кладбище везти, правда? Поэтому в церковь не мертвых привозят, а живых, чтобы они стали полноценными. А апостол Павел говорит Ефесианам 5,14, «Итак, встань, спящий, воскресни из мертвых, и да, светит тебя Христос». Вот в этом плане мы, конечно, должны каждому доводить, что церковь это не спасает, но она помогает возрасти в благодати израильным грехом. Еще придумал вопрос, да? Ну, давай. От Слова Божьего, да. От преданий, точно. Это сам Христос, конечно. Ну, да. А кто содержатель гостиницы? Нет. Пресвитер. И он дает ему два динария, позаботься. А если еще больше издержишь, воздам тебе, видишь, какое. А? Кто-кто? Два динария. Ну, содержание на то, чтобы ты... Вы... Ну, может быть, я не знаю этого. Ну, поэтому, друзья, мы поем гимн, о, друг, иди в церковь живую. Если в церкви будут мертвые, то она будет смердеть, а не распространять аромат благоухания. Хотя Господь дал повеление своим ученикам, а через них и всем призванным, идите по всему миру и проповедите Евангелие всем народам, но ученики, составляя церковь Иисуса Христа, спасти от смерти никого не могли. Спасает только Христос. И Он приводит в церковь. В Духе Святом Христос находится в любом уголке нашей планеты. Он говорит ученикам, что для них будет лучше, если Он уйдет к Отцу. Почему лучше, братья, как вы думаете? Я молю Отца и даст вам другого учения. Лучше для вас, чтобы Он пришел. Да. Вот один брат на компьютере подсчитал. Вот если бы сейчас Христос был жив, то для спасения каждому надо с Ним встретиться, хотя бы пяти минут иметь. И если бы Христос каждому назначил аудиенцию с пяти минут, то современному жителю надо бы ждать эту аудиенцию 362 года. Вы поняли, почему лучше, нет? И никто бы не встретился, большинство не встретились с Христом. А Дух Святой, Христос в Духе Святом пребывает в любом уголочке земного шара. Вот поэтому лучше, чтобы я пришел. И как Христос говорит, Он пришедно ставит вас на всякую правду. Ну, и обличит мир о грехе, о правде, о суде. Грехе, что не верит меня о правде, что я иду к Отцу, о суде, что князь мира сего осужден. И еще очень важно, вот и вам, и для православных, что Он, Дух Святой, с вами пребывает, и что? В вас будет. Вот довести до сознания. Живет у вас Дух Святой или нет, друзья? Если Он живет во мне, то Он дает свидетельство. Какое? Сей самый Дух Святый, свидетельство Духу нашему, что мы кто? Дети Божии. А раз дети, то наследники, наследники Христос. То есть, я спасен. А если Он не живет в сердце, то написано Римлян, 8 глава, 9 стих, запишите это место. А кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Поэтому и скажите, православное, раз у тебя нет свидетельств, что ты спасен, а это свидетельство делает Дух Святой, а если его нет, то ты не Его. Так давай родиться, смышь и старайся. Вот. И в этом плане, братья, мы очень многие сможем все-таки провести, и многих. Да, 8-9 римлянам. И посмотрите, вот на основании Эйли 2,32. Всякий, кто призовет имя Господне, что спасется. Эйли 2,32. А? А что? А, ну да, но он взят из Иоиля. Это и пророчество Иоиля. 2,32. Рожденного, слыша от Слова Божьего и Духа Святого и принявшего крещение по вере, Дух Святой крестит в одно тело. Какое тело? Церковь, да? 1 Коринфян 12,13. Вот это учение о церкви. Не может Дух Святой погрузить в церковь не дитя Божье, не крещённого, не спасённого. Поэтому в церкви только спасённые. О православных спросите. Вы церковь? Да, мы церковь. А вы спасённые? Нет, мы не спасённые. Ну, позвольте. Как вы туда попали? Если вы не спасённые, как вы в церковь попали? Понимаете? Вот так проще, проще. Не укоряю. Но доводите, доводите, доводите. Они начинают мыслить, начинают думать. Да, они церковь здания имеют. Но это надо объяснить, да. Не храм, не золотое здание, да. Я говорю вам, что они привыкли целовать. Что-нибудь да поцеловать. Крест и всё. Я же вам говорил, когда мы проповедовали, она, бабушка, склонилась мне руку. Я говорю, не, не, нельзя, миленькая, ты молись. Она микрофон тогда поцеловала. Ну, что ты будешь делать? Привыкла целовать и всё. Церковь действительно является соборной, то есть собранной всех народов. Членство в этой церкви определяет самим Господом. Имена спасённых записываются в книгу жизни. Откровение 20, 12, 15. Ну, друзья, я думаю, не буду начинать вот очень большие темы. Исторический обзор протестантизма исторический обзор православия. Всё, что уже вы сможете, пусть будет во славу Бога для вас. Может, кто-то и переснимет ещё это, потому что очень большие темы. Ну, просто ещё хочу в доказательство. Вот они опять будут наставить, что у них есть преемственность священства. Ну, а вот такие выдающиеся их старцы, как Серафим Саровский, Нил Сорский, Печорский, Величковский, к ним все люди шли. Они не были священниками, понимаете? И этим они опровергают самих себя, что священство только вот по линии священства. А мы настаём, что Бог избирает в определённое время сосуды годные. Ну, мы не будем говорить, что их догматика вся правильная. Нет. Но этим они сами опровергают себя, что эти старцы были более популярны, чем официальные архиереи. Вот на этом мы, наверное, закончим, потому что оставим ещё вот 20 минуток. Ага, пожалуйста. А, митрополиты тебе сказать. Ну, давайте. Значит, градация такая у православных и у католиков. Ну, диакон, протодиакон, иерей, протоиерей. Ну, протоиерей выше, чем иерей. Ну, это священник. А? Вместе пишется. Прото диакон, протоиерей. Протоиерей. Вместе пишется. Протоиерей. Ну, это выше, чем священник. Он выше, это рамк его. Он служит в церкви. И они могут быть женатые в православии. А? Протоиерей тоже может быть женатым. У католиков это ксёнц называется, да? Нет, поп. Да, ксёнц. Ну, и там у них в это уже нет делей. Но у них только безбрачные. Даже диакон должен быть безбрачный. Понимаете? И ксёнц только безбрачный. Вот это всё у них. Ну, дальше что? Дальше идут у православных только из чёрно-рисцев, только из монахов. Епископ. Это уже когда вот какой-то приход епархии. Например, вот в Ростове-на-Дону уже епископ. Это кафедральный собор. Епископ уже кафедра. Там сюда и батай сходит. Вот такое всё. Понимаете, да? Ну, или как у нас областной пресс-фитер, да? Епископ. Дальше архиепископ. Когда уже несколько епархий объединяются под его ведением. Епископы могут быть, но над ними надзиратель. Архиепископ. Теперь, когда несколько архиепископов, над ними митрополит. Митрополит. Всё тоже в одно слово пишется. митрополит. Ну, а потом уже патриарх всей Руси. У католиков, значит, епископ, архиепископ тоже есть. Вместо митрополит у них кардинал. Кардинал. И вот где-то 80 кардиналов держат весь мир. И при том у них кардинал должен избираться не моложе 60 лет у католиков. вот всё ста. А? 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 Да. Ну, у них все неженатые. И у православных епископ уже неженатые. Ну, вот я говорю, в Кашкаденах там у нас затеял диспут. В епископы готовился. У него жена трое детей у них оставляет и становится епископом. Ну, в монахи уходит, что ли, я не знаю, как. Ну, может, придет там, когда поможет, что. Ну, вот такое всё это официально фиктивное всё. Вот. Ну, вот, теперь вы знаете всю иерархию церковную, да? Римский Папа выше кардинала, да? Если умирает римский Папа, то вот кардиналы собираются и своей среды избирают римского Папу. Нет. А кардинала, да, может назначить. Конечно, да. Но уже кардинал, вот, есть книга «Золотые ворота», там всё вот это. Вот избирался римский Папа, они собрались и три дня сидели, молчали. Причём, там надо выйти, избрать, а потом уж выйти. Они не могут избрать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok